Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о самой дворянской части Старой Москвы, которая по давней традиции называлась хорошим русским словом «слобода» – Старая Конюшенная Слобода. Так вот, в конце XVIII – начале XIX веков Причистенко, известная Московская улица и прилегающие переулки действительно назывались общим именем Старая Конюшенная Слобода. Потому что рядом с середины XVII века располагалась Государева, Большая Конюшенная Слобода, где числилось до 200 дворов, и проживали Государевы стремянные, конюхи, сторожа, подковщики и даже колымажники, которые занимались колымагами и каретами. Вообще-то Причистенко – это одна из самых красивых улиц в Москве, сохранившая свой старый облик. В общем-то, правда, не самая старая. Никогда она не была дорогой в соседний город. В общем-то, большинство наших улиц родилось именно как дороги. А в соседние города, княжества или монастыри – это, правда, тоже была дорогой, но дорогой к иконе Смоленской Божьей Матери в недалеком, на окраине Москвы, расположенном Новодевичьем монастыре. И вот когда возникла эта улица в монастырь подмосковный, то прошла она по территории трех московских слобод – Старой Конюшиной, о которой мы с вами сегодня поговорим, Царицыной и Стрелецкой Зубовской. До сих пор есть Зубовская площадь в Москве на Садовом кольце, как вы, наверное, знаете. Улица Пречистенко стала классической, дворянской при Екатерине II. Мы уже с вами говорили о том, что это был золотой век русского дворянства. И вот в период своей дворянской истории – это тихая, зеленая, очень уютная улица, похожая на загородное приволье, и при этом совсем рядом с Кремлем. Это было очень удобно. И с XVIII века здесь селилось очень родовитое русское дворянство, по разным причинам оставившее большой петербургский свет и вышедшее в отставку. Здесь, в Москве, ну и в частности, в Старой Конюшиной, не было каких-то строгих условностей холодных петербургских гостиных. Здесь развлекались московские хлебосолы, как хотели. Мы с вами уже цитировали знаменитую цитату Пушкину по этому поводу. Жили на широкую ногу, пользуясь всеми привилегиями своего сословия, полученными на тот момент. И вот среди жителей Старой Конюшины, среди их фамилий, встречаются сплошные знаменитые фамилии. Недаром эту местность вот именно тогда прозвали московским Сен-Жерменом, как аристократическое предместе Парижа. Ну вот, наверное, давайте мы сейчас посмотрим наш первый слайд, на котором изображен один из особняков этой улицы. Вот очень хорошо сохранившийся дом Хрущевых-Селезневых. Действительно роскошная совершенно усадьба, напоминающая загородную, огромную. Но тогда еще было много территорий в Москве, и московские дворяне могли строить вот такие роскошные особняки. Это один из причистинских домов на той улице, где нет неизвестных в истории имен. Как я уже сказала, самая дворянская улица Москвы, к сожалению, лишившаяся всех своих храмов. Улица лучших творений московского классицизма и ампира. Улица, возродившаяся после пожара 1812 года в Москве первой. Ну, помните, наверное, как у Грибоедова написано, пожар способствовал ей много к украшению. И после пожара в том числе возникали вот такие замечательные постройки. Они в основном не такие большие, как в Петербурге. И более уютные, более мелких размеров, это стиль ампир. И вот такие прекрасные ампирные особняки, милые, изящные, величавые, до сих пор являются лицом дворянской Москвы. Наверное, до сегодняшнего дня прогулка среди этих остатков нашего былого удовольствие. Хотя, может быть, и грустное, потому что глаз не может не видеть утрат из сегодняшнего дня. Старые названия, о которых мы с вами сегодня говорим, продержались в старой конюшне без малого три столетия. И только в 1921 году Пречистинку переименовали в честь ученого-географа, знаменитого революционера, князя, представителя очень родовитого дворянства и в то же время ставшего анархистом Петра Алексеевича Карапоткина. Вот, наверное, многие из предыдущего поколения москвичей помнят эту улицу как Карапоткинская. Карапоткин действительно родился и проживал в одном из переулков, прилегающем к той улице, о которой мы с вами говорим. До сих пор сохранилось в названии его фамилии как станция метро Карапоткинская. Кстати, сам павильон этой станции является памятником советской архитектуры, о чем свидетельствует мемориальная доска. Правда, на этом месте раньше стоял практически 500 лет, до 1933 года храм Сошествия Святого Духа. Но вот по этому поводу доски нет. Как писал Сергей Михайлович Голицын, представитель одного из древнейших дворянских родов, имевших, кстати, свою усадьбу на Карапоткинской Пречистинке, в своей знаменитой книге «Записки уцелевшего», она была издана у нас в 1990 году, вот станцию метро, построенную на месте разрушенной маленькой церкви Святого Духа, торжественно назвали дворец советов. В печати будущее издание постоянно называлось символом грядущей эпохи социализма. Правда, станцию потом в Тихомолку переименовали, в Кропоткинскую, а дворцы советов теперь предпочитают молчать. Но действительно, на этой улице было очень много сносов и разрушений, хотя с 1971 года она считается заповедной. И вот здесь сохранились, между прочим, даже постройки до Петровского, Петровского времени, 17-го столетия, в том числе перед началом улицы, очень известные всем москвичам на Кропоткинской площади красные и белые палаты. Вот в красных палатах 17-го века, когда-то и жили князья Голицыны, один из них был основательно знаменитый Голицынской Москве, кстати, существующий до сегодняшнего дня. Но прежние заслуги не всегда помнят, и вот против этих необустроенных полуразрушенных палат голицынских, неожиданно возникших после трудов реставратора перед отчаями москвичей, особенно усердствовал в свое время отец города Владимир Промыслов, может быть, кто-то помнит его фамилию. Кстати, Промыслов люто ненавидел старую застройку города и приложил руку к сносу ни одного памятника в Москве. У него было свое коммунистическое понимание истории и ее сохранение. Но вот тогда, в 1972 году, неожиданно случился бунт реставраторов. Даже послали телеграмму Брежневу, и альбом с фотографиями ужасов новостроек тоже смогли передать в Кремль московские художники во главе с Ильей Голзуном благодаря его знакомству. И вот сейчас эти палаты спасены, и в одних именуемых белыми палатами сейчас устраиваются выставки, а вот тогда, перед приездом американского президента в Москву, их отстояли молодые защитники русской старины, буквально силой засевшие в этих палатах перед носом прибывшего для сноса полуратрушенного здания крана. Не вовремя их тогда обнаружили реставраторы, но палаты уцелели. И вот давайте на следующем слайде мы с вами поближе посмотрим, как спокойно до сих пор, скрестив на груди руки, стоит перед этими старыми палатами и в начале самой Дворянской улицы почему-то до сих пор уцелевший вот такой памятник основателям марксизма-ленинизма Фридриху Энгельсу. Но, может быть, в этом и есть какая-то своя соль история, потому что, в принципе, вот за его спиной, там неподалеку тот самый переулок, в котором родился Петр Алексеевич Карапоткин. Надо сказать, что только спустя 70 лет вот с небольшим старой улицей вновь вернули учрежденное когда-то государем имя Пречистинка по указу Алексея Михайловича в апреле 1658 года это состоялось, а вот название Карапоткинское на Пречистинку вернули в 1990 году, когда прошло новое переименование по указу уже президента Ельцина. Так вот, надо сказать, что даже в тот период, когда улица носила имя князя-анархиста, старинную дворянскую улицу с особняками, где когда-то жили герои Отечественной войны 12-го года, декабристы и многие представители знаменитых родовитых дворянских фамилий, очень старые москвичи, вот то поколение, после революционной, которое я еще застала, все равно называли по старой памяти Пречистинкой. Вот эти самые недобитые, как принято тогда было называть, старожилы, доживали свой век в переулках, в огромных многонаселенных квартирах, уже превращенных в коммуналки, а ранее эти квартиры подлежали московским врачам, творческой интеллигенции или их собственным семьям. Я, кстати, еще в студенческие годы, помогая бабушкам во время трудового летнего семестра, бывала в этих удивительных комнатах, набитых доволюционными невиданными мелочами. Да, действительно, не только население, но и улицы Москвы очень сильно изменились за последние десятилетия, и, кстати, очень много потеряли по неистребимому человеческому невежеству. И все же в современной Москве есть многие дома, улицы, переулки, которые помнят и могут рассказать еще довольно много, тем более старая конюшина. Вот недаром об этой улице Чехов как-то написал, что здесь не песчинка, что не камушек, то история. А сам Карапоткин в своих воспоминаниях очень тепло сказал так, это лабиринт чистых, спокойных и извилистых переулков. Так вот, просвещенный век Екатерины – это была действительно самая аристократическая часть города, и имена знаменитых домовладельцев до сих пор живут в названиях многих предчистинских переулков – старой дворянской московской слободы. Ну вот давайте на следующем слайде мы с вами посмотрим поближе. Эта фотография довольно старая, потому что изображает она дом, в котором родился Карапоткин на послеволюционный период. Действительно, в одном из предчистинских переулков, сейчас переулок Карапоткина, а раньше он назывался много лет «Штатный» или «Стадный» от слободы стадных конюхов, вот здесь родился князь, оставивший замечательные воспоминания о своей слободе. Кстати, большую часть детства Карапоткин, правда, провел в соседнем Левшинском переулке, в доме, который его отец купил уже в конце 1840-х годов, у Ростопчина, сделавшего при императоре Павле головокружительную карьеру, вплоть до поста московского влаговнокомандующего. Вот это тот самый Ростопчин, который потом в 1812 году сжег Москву. На следующем слайде давайте поближе мы посмотрим вот один из самых замечательных и роскошных особняков, которые украшают до сих пор Пречистинскую улицу. Это вот с другого плана самая классическая дворянская усадьба Хрущевых-Селезневых. Кстати, у нас есть и Хрущевский здесь переулок до сих пор. Я уже сказала, что именно домовладельцев остались в названиях переулков. Вот в этом доме сейчас расположен музей Пушкина, литературный музей. А что писал Карапоткин вот о тех домах, о тех переулках, о которых мы говорим? Вот небольшая цитата. Старая конюшина. Здесь жило и вымирало старое дворянство. Чувствуя, что его оттеснили в Петербурге от двора, удалялись они на покой либо в старую конюшину, либо в живописные подмосковные усадьбы. Вот, посмотрите, пожалуйста, другой вид этого дома. Действительно роскошные особняки. Молодые годы, все, писал Карапоткин, пытались счастья на государственной или военной службе. Но в какой бы дальний угол России не забрасывала их судьба, родовитые дворяне как-то ухитрялись доживать в своем собственном доме, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и отпевали их родителей. На следующем слайде вот можем посмотреть флигель этого дома, вернее, даже целую усадьбу, которая занимает очень значительное пространство от одного переулка до другого, с замечательными фризами, колоннами и скульптурными ставками. Истинным представителем рода, писал князь, считалось тавет, в какой бы ни было ее положение в родословном древе, которая жила возле церкви, ставшая дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя не без легкой иронии. Старик олицетворял древность рода и его традиции. Вот на следующем слайде другой домик из серии Пречистинских переулков. Это домик Штенгеля. Летом жили либо в деревне, либо рядом с Москвой. А вот зимой уже в самой Москве с огромным количеством чиляди, писал Карапоткин. Зиму уж как-нибудь потеснимся, в Москве и сам Бог простит. Обычно говорили так. Вот на следующем слайде, посмотрите, еще один чудесный маленький домик. То есть, вот видите, дворцы были и большие, но в зависимости от состояния дворянской фамилии. Или вот такие маленькие, очень уютные, настоящий московский ампер. Утром на улице не было, как правило, никого. В полдень, как пишет Карапоткин, появлялись дети с французами-гувернерами или с няньками-немками. Позже выезжали за покупками барыни в санях или даже по-старинному с лошадьми, запряженными цугом в четверку или в шестерку и с форейтерами и лакеями на запятках. По вечерам дома были ярко освещены, ставни не запирались, видны были танцы и игра в карты. Хорошим тоном считалось жить открытым домом для гостей и с многочисленной дворней. Идеи были еще не в ходу, не было войны отцов и детей, семейные драм и ночных посещений жандармов. Но вот это все сам принесет свою семью, кстати, князь Карапоткин, поскольку он станет революционером и анархистом. Карапоткин родился 27 ноября 1842 года в родовитой дворянской семье. Одна линия, которая по преданию даже вела свою родословную от самого Рюрика. По линии матери он был внуком героя войны 1812 года генерала Суллимы, потомка запорожских казаков. Ну вот, наверное, давайте поближе посмотрим само изображение знаменитого князя. Отец Карапоткина, князь Алексей Петрович, был отставным офицером, дворянином, владел имениями в трех губерниях и более чем тысячу крепостных. Мать Екатерина Николаевна умерла, простудившись смертельно на одном из московских дворянских балов. Это была распространенная история, когда простуда и бронхит переходили в туберкулез. И мальчику было три с половиной года, когда он остался без мамы. Воспитание получил он типично дворянское. Домашние учителя, гувернеры. Летние месяцы, как и полагается, проводил в селе Никольском под Калугой. Затем знаменитая первая московская гимназия. Пашеский корпус. Служба в амурском конном казачьем корпусе. И, кстати, вот именно там, в Сибири, на Амуре, он за пять лет участвовал в нескольких экспедициях. И уже потом, в 1866 году, будучи взрослым, умудренным жизненным опытом человеком, был принят и в императорское русское географическое общество, и даже поступил на физико-математический факультет Московского университета, где, мы уже с вами говорили, стремились учиться от проски самых знаменитых, ну и вообще любых дворянских фамилий. Вот, в отличие от разночицев, которые появились в университете со временем, молодые дворяне всегда приходили на занятия со шпагой, пусть и в ножнах на боку, но это был неприложный такой символ дворянской чести и достоинства. Кстати, между прочим, пожалуй, одной из самых главных сословных добродетелей дворянства была именно честь дворянская. Согласно дворянской этике, честь не дает человеку никаких привилегий, а, напротив, делает его более уязвимым, чем другие, потому что свою честь он должен отстаивать, при этом рискуя жизнью. Вот, например, Пушкин, тоже представитель русского дворянства, определил честь как готовность жертвовать всем для поддержания какого-либо правила. А в другом месте Пушкин, например, писал, «Люди светские имеют свой образ жизни, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному Алиуту поединок двух французских офицеров? Зачем они жертвуют жизнью?» По мнению многих, и даже не только Алиутов, дуэль была чистым безумием. И в этом безумии некоторые находили определенный блеск, и всякий дворянин считал, что после потери чести, наверное, не стоит оставаться в живых. Хотя во второй половине XIX века дуэли были запрещены, дуэлянты жестоко преследовались, но дворяне по-прежнему стрелялись на дуэлях, и не только офицеры. И даже уже в конце XIX века Чехов написал, наверное, знаете, знаменитую повесть «Дуэль», где в поединке сошлись два дворянина, потому что они столкнулись не за карточным даже столом, а столкнулись с своими противоположными мировоззрениями, своими разными жизненными философиями. Ну вот на следующем слайде давайте мы с вами посмотрим знаменитую московскую постройку, которая непосредственно связана с московским дворянством, обучавшимся в университете. Вы, наверное, знаете, что рядом, вот здесь на Манежной площади, находится старое здание Московского университета, где учился в том числе и Кропоткин. Но вот в этом манеже, дворянском сословном учреждении, учились, но не наука. Дело в том, что не мог дворянин плохо держаться в седле. Поэтому для занятий верховой ездой рядом с учебным корпусом МГУ, кстати, до пожарной постройки Матвея Федоровича Казакова, уже вот после пожара 1812 года Баве Осип Иванович, знаменитый, великий даже итальянский обрусевший архитектор, женившийся в Москве на княгине Турбецкой, овдовевшей женщине, но на княгине, это, кстати, был нонсус, даже определенный скандал, что вот итальянец женился на русской княгине. Так вот, Баве выстроил не только Большой театр в Москве, но и этот манеж, который вы сейчас видите. Многое помнят это удивительное здание, памятник дворянской истории Москвы. И красивых лошадей с юными всадниками, и катания на удивительных двухколесных рогатинах, с таким чудным и непривычным тогда названием велосипед, и публику, спешившие сюда на концерты великих композиторов, таких как Ференс Лист или Гектор Берлиоз, и сталинские машины, потому что в манеже был в свое время гараж, и длинные очереди здесь на выставку художника Ильи Глазунова, это в советское время уже выставочный зал, и даже странный недавний пожар, после которого манеж, кем-то обреченный на смерть, все-таки уцелел, потеряв при этом очень многое, в том числе неповторимые по конструкции деревянные стропила. Вот давайте мы, кстати, поближе с вами сейчас посмотрим. Авторы этого удивительного здания, Осипа Ивановича Баве, вот он, собственно, был автором этих удивительных инженерных конструкций, которые в свое время даже были предметом вопроса, в знаменитой передаче «Что, где, когда». Ну вот в этом здании верховой ездой, в здании, построенном Баве, занимался когда-то верховой ездой Петр Алексеевич Карапоткин. Занимаясь не только верховой ездой, но и наукой, познав радость творчества, Карапоткин к началу 70-х годов XIX века уже вынашивал план написания особой географии России. Наука писала он «Великое дело. Я знала радости, доставляемые ею, и ценила, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня была гнетущая, не считая, мучительная борьба за чертвый кусок хлеба? В Сибири, писал Карапоткин, я утратил всякую веру в государственную дисциплину. Я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом». И действительно случилась удивительная вещь. Один из представителей родовитого русского дворянства стал анархистом. Если дворяне всегда видели смысл своей жизни в служении государству, то вот этот князь государство отрицал, поскольку он стал последователем учения анархии. Как обустроить общество без государства? Вот решение этих вопросов и посвятил себя Карапоткин. Будущее общество он представлял себе как федерацию свободных производительных коммун или общин, где личность, избавленная от опеки государства, получит неограниченные возможности развития. Личность – это человек, умеющий думать, то есть самостоятельно развивающий начало общества. Поэтому ему никакая управляющая машина в лице государства не нужна. По мнению анархиста, любая личность – это составляющая государства. И любой анархист обязан быть личностью. Вообще анархисты тогда были только частью, и далеко, кстати, не самой большой русской разноченной молодежи, которая во второй половине XIX века ринулась и изучать окружающий мир, и перестраивать общество. И вот на гребне этой могучей волны оказался и Карапоткин. Вот тогда очень стремительно в прошлое уходила старая дворянская Москва, и вместе с ней патриархальный быт старой конюшной слободы. Вот давайте мы с вами пока посмотрим слайды, посвященные все-таки дворянской Москве. Вот я немножко буду рассказывать, в том числе и про Карапоткина. Он принадлежал к тому поколению, когда вот на глазах этого одного поколения буквально произошло разительное изменение. В прошлое уходили те времена, которые они помнили еще по своему детству. Вот здесь, например, родовитейшее московское дворянство, в этом доме, который вы видите, знаменитый английский клуб, собиралось на свои знаменитые вечера, знаменитые обеды. Но вы знаете, чтобы быть членом английского клуба, это самое высшее почетное право представителя определенного сословия. Закрытый клуб, куда приходили только мужчины. Вот этот дом свидетельствует о тех роскошных временах в Москве, когда, как пишет Карапоткин, 50 человек прислуги не считалось большим штатом, казалось непонятным, как можно обойтись без 4 кучеров на 12 лошадей, 3 поваров, 12 лакеев и бесчисленных горничных. Вот, например, как, кстати, выглядел московский английский клуб на старой гравюре. Заветное желание каждого помещика, чтобы все необходимое было в хозяйстве, изготавливаясь собственными крепостными. Мебель, сбруя, вышивка. Все, чтобы можно было блеснуть в разговоре и сказать, это сделал мой кондитер. Но если, кстати, пишет Карапоткин, нужны были действительно хорошие пирожные, то отправлялись к кондитеру французу Трамбле на Арбат. А наш кондитер, крепостной, в это время играл на барабане в крепостном оркестре. Обедали обычно в 4 часа, а в 7 вечера все собирались у самовара. В это время мог прийти всякий из нашего круга, пишет Карапоткин. Гости бывали почти каждый вечер, почти в каждом доме в старой конюшиной. В зале раскрывали ломберные столы, начинались танцы, звучала игра на рояле, ну, а картежные игры вообще до рассвета. Не говоря уж о двух обязательных балах за зиму, которые давала каждая приличная семья. Если молодой родственник, представитель уже нового поколения, шел обедать в ресторан или в ресторацию, как тогда говорили, то это была кровная обеда для родственников, потому что кормили всех близких и дальних, кто приезжал в Москву. Поэтому неудивительно, что на обеды вот в этих староконюшных домах собиралось от 50 до 100 человек. И неудивительно, конечно, что целые состояния тогда проедались. Вот мы с вами еще, может быть, помним такое выражение, как промотать состояние в карты, и уже забыли такое выражение, как проесть. Но действительно, были люди, которые не столько сами ели, сколько угощали своих родственников, гордились своими кондитерами и поварами. Кстати, повара считались самой лучшей французской, французской кухней. Это классика в Европе. И вот, например, Муравьев Апостол, отец знаменитых декабристов, по мнению современников, большой эгоист и большой гастроном, вот гастроном мы называли не магазин, а человек, который любил поесть и угощать других. Вот этот гастроном Муравьев Апостол, который повсюду возил с собой метродотели испанцев, вот он практически проел свое состояние. «Так шла жизнь в наших краях», – писал Кропоткин. «И нечего удивляться, что после освобождения крестьян почти вся старая конюшенная разорилась». Вот это разорение началось еще раньше, кстати, еще даже до отмены крепостного права в 1830-е годы, может быть, потому, как мы с вами уже говорили, что дворяне, ну, в общем, могли по принципу дворянской чести заниматься только очень определенным видом какой-то деятельности, и часто стремились заниматься только наукой, искусством, и, в общем, жили на доходы со своих имений, к сожалению, часто переперучая управление имения, как кому-нибудь другим. Поэтому, например, уже в пушкинские времена дворянские усадьбы в Москве пустели, и Александр Сергеевич писал незадолго своей гибели. «Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом, запущенным и одичалом. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного. Великолепный бельгетаж нанят мадам для пансиона, и то, слава богу, на всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается в наймы, и никто его не покупает и не нанимает». Но вот нам не удивительно, что на таком фоне появлялись среди отпрысков дворянских семей и революционеров. Кропоткин уже был не один, просто он был замер на решение вопросов, а Софья Пировская, например, дочь генерала, она вообще пошла на убийство человека. Что касается самого Кропоткина, то после посещения в 1872 году Швейцарии, единственной в то время Европейской республики, где существовали многочисленные секции интернационала, князь понял, что он не со сторонниками политической борьбы, тем более не с теми, кто убивает себе подобных, он с безгосударственниками, с анархистами, чьи интересы тогда наиболее полно выражал Бакунин. И вот анархизм и федерализм очень плотно вошли в лексикон Кропоткина, и, вернувшись в Россию, еще даже продолжая заниматься географией, он примкнул к народническому движению. И, кстати, 21 марта 1874 года он еще успел сделать сенсационный доклад в географическом обществе о существовании ледникового периода в истории человечества, а через несколько дней уже был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку чайковцев и заключен в Петропавловскую крепость. Ну а вот о том, как сложилась судьба Кропоткиной, старой конюшной, дальше мы с вами уже поговорим в нашей следующей передаче. Всего доброго, до свидания.